Всем привет, с вами Террион. Сегодня в 4 утра по Москве вышла Блесс Мобайл. Игра вышла полностью на английском языке. Это глобальный сервер, тут играет вся Европа. Русский язык пока не предвидится. Возможно, его никогда и не будет, кто его знает. В этом небольшом обзоре я вам расскажу немножко про игру и покажу, что и как в ней делать. Всё начинается с выбора расы и класса. У нас тут 4 расы. Это водяные эльфы, звероморфы, назовём их так. Маленькие хомячки, маленькие люди-кошки, не знаю как их назвать, и просто люди. Выбираем расу, и у каждой расы есть возможность выбрать один из классов. Например, у эльфов вы можете быть либо рыцарем, либо паладином, либо магом. У расы пантеры вы можете быть рыцарем, лучником или слейером-убийцей с двуручным топором. То есть нет прям чёткой привязки класса к расе, и это приятно. Несмотря на то, что не все классы доступны для каждой расы, но хотя бы есть выбор, и это хорошо. Выбираем расу и класс, и попадаем в довольно интересный редактор. Здесь на основе трёх лиц вы можете выбрать, двигая ползунок, выбрать нужный вам внешний вид, скажем так. Функция выбора через этот треугольник работает как и на лица, так и на волосы, на тело, на размер плеч, грудей и всего остального. Редактор довольно богатый, можно настроить персонажа прям под себя. Здесь же можно выбрать, как на нём будут смотреться костюмы, посмотреть, нравится вам внешний вид, персонажа не нравится. Посмотреть, как работают его навыки, и уже написать ему ник и создать персонажа. Сама игра это типичный представитель MMORPG на телефонах, прям вот такой уверенный середняк. Если вы играли в своё время в LNH2 Revolution или до сих пор играете, здесь всё то же самое, только не лагает и работает более оптимизированно. Как и во всех мобильных MMORPG, у нас есть автобой, автобег по квестам, вы можете на автобить чисто рукой, вы можете на автобить и рукой, и скиллами. Есть автоиспользование банок КП и банок маны. Это всё стандартно, это есть везде, на всех мобильных MMORPG. Что касается прокачки, то здесь тоже всё довольно просто. Берёте квест, есть сюжетные квесты, есть побочные квесты, есть квесты «Убей там в 60 мобов, в 250 мобов, в 1000 мобов». Так сказать, ежедневные квесты, если вам нечего делать и где-то надо добить опыт и получить награду. Что касается активности, у нас тут целая куча иконок, которые довольно приятно и быстро работают. Но давайте сначала посмотрим наш инвентарь и нашего персонажа. Всё, что нам нужно, у нас находится в сумке. Вот так и выглядит наш герой. Здесь у нас есть наше основное снаряжение и бижутерия. Причём снаряжение различается по цвету и по цифрам, скажем так. То есть у нас есть серое, зелёное, синее, фиолетовое и золотое снаряжение. И каждый цвет ещё разделяется на Т1, Т2 и Т3. То есть фиолетовая Т3 будет лучше, чем фиолетовая Т1. Точно так же и с бижутерией и со всем остальным. Наше снаряжение мы можем точить, мы можем прокачивать ему уровень и можем вставлять в него кристаллы. Едем дальше. У нас есть вкладка питомцы. Здесь у нас есть маунты и петы, что-то типа агатионов. Маунт у нас это лошадь. Потом по мере прокачки или с помощью доната можно достать себе маунта получше. И у маунта есть целая куча разных перков, которые тоже можно прокачивать за специальную валюту, вот за такие кристаллы. Петы. Петы это агатионы, назовём их так. Их можно кормить, их тоже можно прокачивать, повышать им уровень. Можно надевать на них снаряжение. И снаряжение, и сами петы различаются по редкости. У нас есть петы саппорты, есть петы на защиту и петы на атаку. Золотые, фиолетовые, синие, всё как обычно. Также у нас есть коллекции снаряжения. Суем ненужные шмотки туда, получаем статы. Всё как и всегда. Есть место, где мы вставляем камни в наше снаряжение. Причём есть слоты под обычные камни, под легендарные. Камни можно прокачивать, повышать им левел и эволюционировать их. Есть вкладка костюмов. Костюмы все, как я понимаю, либо за донат, либо за кристаллы. Это в принципе обычное дело. Мы можем нарядить нашего рыцаря либо в костюм морячки. Либо в костюм горничной, что смотрится очень забавно. Либо в костюм адмирала. Почему-то морская тема корейцам нравится больше всего. Ещё у нас есть такой костюм смерти. Причём можно нацепить маску с черепом, будет сочетаться. Костюм золотого рыцаря и костюм снегурочки. Точно так же есть внешка на оружие. Ну и можно всё это брать с этами. Есть вкладка архангел. Архангел это усиление. Мы превращаемся вот в такого вот рыцаря, как посередине экрана. Начинаем сильнее дамажить. У нас больше хп, больше защиты и всего остального. Всё это мы можем прокачивать вот такими вот сферами. И смотреть, какие скиллы открываются по мере прокачки. Скиллы. Скиллов здесь много. Я уже открыл все скиллы. У нас есть куча активных скиллов, куча пассивных. И есть скиллы, которые вылазят со временем. Скиллы тоже можно прокачивать. И надо читать описание, надо выбирать то, что вам нравится. Потому что в бою одновременно можно использовать только 4 навыка. Пассивы тоже выбирайте с умом, потому что скиллпоинты не бесконечные. Подземелья. У нас есть арена. Арена у нас скорее всего межсерверная или какая-то особенная. Потому что здесь есть люди с таким уровнем, которого на сервере нет. Есть ежедневный данж. За его прохождение мы получаем вот такой вот сундук. Есть башня бесконечности, как в Ланежде в Революшн, например. Проходим каждый этаж, получаем плюшки. Есть еще один вид данжа с более ценной наградой. И есть подземелье с хот-таймом, скажем так. Не знаю, элитное подземелье. Здесь вы в течение часа фармите мобов. Полчаса у вас больше дропа, больше опыта. И здесь есть шанс дропнуть шмотки, дропнуть какие-то ценные награды и так далее. Ну и на сороковом левеле у нас открывается партийный данж, который у меня пока еще не открыт, так как я не сороковый. Функционал гильдии тоже довольно стандартный, как и в Ланежде в Революшн. Мы можем здесь отметиться. Можем задонатить золото сюда, какие-то кристаллы, которые я так и не понял пока где выбиваются. И вот такие вот щитки. Донатим, получаем гильдийскую валюту. Гильдийскую валюту потом можно потратить в гильдийском магазине, купив разные штуки и усиления. Аукцион. Аукцион здесь только для вещей, добываемых мирными профессиями. Это руда, цветы, кристаллы, всякая рыба и прочее. Все это используется в крафте и все это можно продавать. Продается, правда, все это только за синие кристаллы. Причем вещь, которую можно будет продать на этом аукционе, она будет помечена синим кристаллом. У меня такой нет, я ее использовал. Монстр коллекшн. Это бестиарий. Бестиарий, как и в других подобных играх. Бьете мобов, с них падают карточки, заносите карточки в бестиарий, повышаете левел моба. Чем выше левел моба, тем больше статов он вам дает. Адвенчер. Приключения. Это просто миссии по исследованию региона. Поговорить с NPC, поговорить с археологами, найти какие-то книжечки, отметиться, выбить какую-нибудь штучку и так далее. Проходите эти миссии, получаете ценные награды, получаете бонус к статам, прибавку к статам, что очень ценно. И в целом миссии вообще не напряжены. Лайфскил. Лайфскил это крафт. Мы можем крафтить разные банки защиты, банки атаки, разные итемы для последующего крафта и для обмена у NPC, у торговцев в городе, до которых я еще не докачался, всякую еду и прочее, прочее, прочее. Полезная тема, доспехи и оружие крафтить не можем, но можем крафтить разные баночки, это приятно. Миссион. Здесь у нас отмечены квесты. Наша цепочка квестов, которую мы проходим. Здесь у нас находятся ачивки. Выполняете ачивки, повышаете ранг ачивок, ранг ачивок вам тоже дают статы. Все как и в ЛДВР, как и в других подобных проектах. И есть батл пасс, боевой пропуск, есть он за голду и за рубли. Следующая кнопка это Ensign Scroll. Что это такое? Здесь за голду вы просто рандомно ловите три какие-нибудь характеристики. У ворот, хп, атака, защита, там урон по боссам и так далее. Из этих трех характеристик у вас открывается четвертая. Это обычно усиление урона. Это усиление урона можно точить. На плюс один заходит нормально, на плюс два заходит плохо. Рейтинг, пати, друзья, это все понятно. Есть боссы локаций, тут их много. 27, 37, 47, в общем в каждой локации есть свой босс. Чем выше вы в топе рейтинга по урону, тем больше наград вы получите. За топ 5 там один сундук, за топ 1 другой сундук и так далее. Так как в игре есть система каналов, вы можете пофармить босса на одном канале, убить его, быстро перепрыгнуть на другой канал и убить его там же. Система стандартная, работает во всех играх. Итак, вкладка ивенты, здесь все стандартно. Ивенты за левел, ивенты за вход, награды за вход, награды за действие и так далее. И давайте поговорим про донат, который здесь есть, конечно же, в изобилии. У нас есть целых три магазина, пока доступно только два. В первом магазине у нас продаются разные горячие предложения, предложения за доллар. Ну, по сути, здесь продаются шмотки, продаются камни усиления, свитки, заточки шмота, яйца питомцев. И все это можно достать с неким шансом. Здесь нет такого, что вы покупаете какую-нибудь вещь за, какую-нибудь коробку за 5000 рублей, и у вас там топовый шмот. У вас есть лишь шанс достать топовый шмот. И второй магазин, это способ достать крутые шмотки. Так называемые, ну, лутбоксы. Здесь можно за специальную валюту за серебро доставать. Шмотки максимум эпического качества. Мне такая шмотка падала уже. Можно за золотые монеты специальные доставать, или за кристаллы. Кристаллы можно получать как игровым путем, так и за донат. Вот такой вот беглый обзор игры. Если есть какие-то вопросы по игре, если нужны более подробные гайды, больше разжевать какой-то конкретный момент, пишите об этом в комментариях обязательно. Игра, на мой взгляд, нормальная. Если вы играли в Ланейшдовый Революшн, здесь вас ничто не удивит. Играется более плавно, игра лучше оптимизирована. Какой здесь пати-контент, пока непонятно. Есть вот партийный данж, наверняка будут какие-то битвы гильдии, но пока это старт игры, пока мало что понятно. В целом, если вас не смущает автобой, если вас не смущает донат, который есть во всех подобных играх, то можете поиграть. А у меня на этом всё. Если понравилось видео, поставь лайк под ним, подпишись на канал и бахни в колокол. Всем пока!